Ну вот и прошло чуть больше суток с появлением Муэрты, и какие-то промежуточные итоги можно подвести. Вместо многострадального патча мы получили перевалочный пункт, название которого 732Е. Конечно, всё самое приятное в основном связано с новой героиней и её обновлением в The Dead Reconing Update. Я думаю, что вам не нужно ещё одно видео в интернете, где показывают, как Муэрта стреляет, прыгает и кувыркается. Поэтому постараюсь дать инфу, которая понадобится прямо сейчас. Всё, что связано с механикой, буду опираться только на проигроков, начиная от Топсона и заканчивая Ятора, а моё 4-ка мнение оставим на другой раз. В основном Мёртвую Мадаму пикуют на позицию керри или в мид. Какой-то единый билд пока что не сформировался, поэтому будем плясать от популярного. Если берёте в мид, то на вашем экране такая раскачка по скиллам, плюс к нему идёт сборка. А если на позицию керри, то раскачка слегонца меняется, понятное дело из-за линии, ну и сборка туда же. Ещё один важный момент по механике, который касается каждого. Нужно быть аккуратнее с энтриками. Ганслингер работает по приоритетной цели. Если, например, перед вами герой и крипы, то приоритетом станет герой, а уже потом крипы. Допустим, к вам подбегает Рики, а на полу поставлен вард. Пока вы подбачиваете на себя и добиваете крипов на линии, прокает пассивка и па-па-пам. Так что учитывайте такой моментик. Ну а теперь давайте передвинемся в главное меню и детально разберём небольшой стилизованный алтарь, посвящённый Муэрте. Первое, что мы подбираем, книгу с пёрышками. Если вы постояли с моего канала, то наверняка её узнали. Эта книга предназначена для закупа предметов. Обычно её подносят демоны Люкс и Нокс, в зависимости от того, за какую сторону вы играете. С латыни имена демонёнков переводится как Свет и Тьма, соответственно. О них мы вспоминали в подготовке к обновлению, и как мы видим, всё-таки не зря. В основном книжка служит как добор картам, смотря какой конкретно предмет вам нужен на следующий ход. Ну и давайте всё разложим по полочкам. Дело в том, что новую героиню решили презентовать через стихи, и почти все предметы на алтаре кликабельные. Если вкратце, то по сюжету Муэрте решила дать бой бандитам, которые постоянно грабили её родной город. Так уж получилось, что героиня погибла на дуэли с главарём разбойников, который, кстати говоря, нарушил правила поединка. Попав за грубный мир, Муэрте встретилась со смертью, с которой заключила пари на свою душу. Наши главные герои в рассказе должны были сразиться в шахматной партии, но Муэрте предложила другую игру – артефакт. Если ещё раз приглядеться ко столу, то можно разглядеть даже колоду с бычьими рогами. Это отсылает нас на первую главу, которая называлась Зов Битвы, а бычья рога – это символика Бронзового Легиона и нашей лысой подружайки Легион Командер. Если пробежаться по стихам, то мы видим так называемого Жнеца, из-за которого началась вся конетель. Муэрта так умела отнимать жизни, что её взял под своё крыло сам Жнец. А если перелистнуть на другой странице, то мы натыкаемся на банду ковбойских ящерец. Наверняка вы уже позабыли комикс про могучего Акса и его миленькую спутницу Милу. Там события разворачивались в замке, где посвечался перевёртыш по имени Нииш. Он вселился в Красного Громилу и даже попытался выпрыгнуть в окно. Чем закончилась эта попытка, вы уже в курсе, но существует даже занимательная теория, согласно которой после вселения Нииша у Акса навсегда остались такие глаза. Потому что если вернуться в начало комикса, то здесь они абсолютно нормальные. Как оказалось, есть и другие ящерицы, только уже приодетые в ковбойское шматьё. Переходим на превью Муэрты и здесь нам вкратце показывать, что она умеет. Однако есть нюанс, против кого она сражается. И сатиры были выбраны не случайно. В первой главе артефакта тонну времени уделили сатиру по имени Белосанна. Это правая рука Легион Командор. Впервые мы можем разглядеть парочку перед тем, как ЛЦ отправляется на поклон к Императору Галанию. Она просит его выделить ещё войско, потому что Орда Красного Тумана, во главе которого стоит Сорлахан, наступает. Но Император отклонил её просьбу. Легионка в ярости покидает тронный зал, а сатир Белосанна пытается её угомонить. Также на книге закупа лежат две фигурки с башнями. Это ещё одна отсылка на ККИ, потому что именно так выглядят товара на карточном столе. Если вдруг у вас в настройках доты отключён звук, то обязательно его включите, когда будете внимательно перечитывать стихи. Я готов поклясться, что музыку под это дело писала та же команда, что подарила нам воистину легендарное звучание первой главы картонки. В своё время я заслушался ими, и такие специфичные мотивы я ни с чем не перепутаю. А ведь с батлпасами дела обстоят иначе, и в основном приглашают популярных людей, которые успели себя зарекомендовать. Ну, например, переманили человека, который писал музыку для World of Warcraft. Заканчивается карточная партия тем, что даже сама смерть не смогла разобраться с правилами игры в артефакт. Это классная отсылка на то, что многие клеймили картонку из-за её сложности. И таким образом, разрабы с юмором решили обыграть мёртворожденную игру с новым мёртвым героем. Ну и после всего перечисленного, кто-то ещё сомневается в том, что артефакт собираются возродить. Уж не знаю, каким способом, то ли вливанием в клиент Доты, то ли ещё раз попытаются на отдельной платформе. Ну и вдогонку стоит сказать, что меньше двух недель остаётся до рекламной выставки GDC, где Valve заявили себя как участником впервые за пять лет. А согласно правилам, участник рекламной выставки должен что-то прорекламировать. Железобетонная логика, не правда ли? Какой смысл рекламировать ККИ, тем более через новые герои, если только вы не собираетесь что-то замутить? В Доте вышел огромнейший патч, но даже творение Айсфрога не в силах потягаться с огроменным обновлением на сайте Epic Loot. Это новый боевой пропуск с простыми заданиями, но награды вкуснее не придумать. Каждый пятнадцатый квест – это Аркана, а на 60-м задании – ДК-Хук, или вот эти офигительные плечи на СФа. И всё это бесплатные награды в бесплатном боевом пропуске, вот это я понимаю волшебство. А если ты прям совсем ненасытный, то участвуй в эпичном сражении под пивасов против Дэд Инсайдов. Выбирай сам, кем ты хочешь быть, играешь на стороне СФа – получаешь души. А если решил переметнуться в стан под пивасников, то Бара тебя подвезёт пиво. Мини-игра абсолютно бесплатная, и чем больше нафармишь, тем круче сундук с призами, плюс халявные скины. И важно помнить – бесплатно раз в час апаешь свой сундучок. Ссылочку на всё это добро я оставлю в закреплённом комментарии, и там же ищи промокод UNIT за их сцена 15% к балансу и доп. бутылёк с маны для мини-игры. Лутаем награды и наслаждаемся у моих корешей из эпик-лута. Поднимаемся выше по анонсу и натыкаемся на раздел, связанный с улучшенными технологиями Дота 2. Здесь нас интересует конкретно странненькое название Model Dog. Кроме того, сейчас мы конвертируем игровые модели в более новый формат под названием Model Dog. После этого мы удалим некоторый интерфейс анимаций из API пользовательских режимов и добавим поддержку анимаций для Model Dog. Ну и первое, что приходит в голову – это же глобальный реворк стареньких героев. А правильнее будет сказать ремодель, потому что это касается только игровых моделек. Не хотелось бы загонять лошадей раньше времени и ломиться светлое будущее, где наконец-то поправить таких героев, как CM или Morphling. Но пока что всё выглядит так. Если есть знающие люди, то помогите разобраться в комментариях с Model Dog. А теперь опускаемся на официальный сайт Dota2.com и сопоставляем то, что разбирали в подготовках. Всё-таки Мэрте был присвоен 124 номер, а вот её рабочим айдишником остался 138. В принципе, мы копали в нужном направлении, и нужно разделять такие вещи, как сюжетка и кодовое имя. Кстати говоря, помните, мы говорили о том, что на сайте Праймл Бисту присвоен нулевой номер, и если я не удалил скрин, то обязательно вставлю. Так вот, всё-таки они это исправили, и теперь ПБшка красуется под 123, как и полагается по очерёдности. Прыгаем в клиент и открываем таблицу. Свободных слотов под новых героев осталось 14, и пока что её решили не расширять. А героев, которые прямо сейчас находятся в разработке – 18. Так что если работать по схеме Мэрте и собирать нескольких в одного, то в принципе уложиться должны. Вдогонку пытаемся прописать рабочее название в таблице, и ничего не находит. Попробуйте сами любой из двух – Корпс Мазер или, собственно говоря, Ганслингер. Скорее всего, это связано с тем, что разрабам разонравился тот факт, что мы почти наперёд всё знаем. Хотя, с другой стороны, ребятки и поздно одумались, потому что списочек-то вот он, на столе. Появился занимательный баг с выходом Уэрты, и, конечно же, речь идёт про двух одинаковых героев в команде. Для этого всего-то нужно предложить свап во время стадии пика. Приведёт ли это к чему-то интересному? Скорее всего, не в этот раз. Мы всегда держим в голове тот факт, что персоны могут нормально так балакать со своими оригиналами. Ну, например, мини-мясник что-то втирает Пуджо. Если грамотно подходить к этому делу, то всё-таки нужен отдельный режим, а тот бардак, что творится прямо сейчас, скорее всего, просто баг, и его оперативно подотрут. Мы заранее сказали о том, что у героини не будет ни Аганим Септера, ни Аганим Шарда, опираясь на ТБ. Так и получилось. За пару дней до релиза в мини-игре со статуями появился ненормальный скилл Дэдшот. По итогу, это была обманка, и финальная версия оказалась балансированной. Что касается её персонального предмета Ревенант Брош и механики страха, всё это засунули в ультимейт. Вы и сами успели в этом убедиться. Из интересного, они всё-таки заменили иконку Дэдшота и свапнули его с третьим. А вот с самим Ганслингером получилась крайне забавная ситуация. В одном из прошлых видео мы обсуждали с вами, что называть так способность будет по-дебильному. Потому что это всё-таки собирательный образ мёртвого ковбойского стрелка. Но Valve решили особо не париться. Хотя бы сделали не так топорно, и в описании скилла есть название пистолетиков на русском. Милосердие и пощада. Собственно говоря, английскую версию запалили в мини-затравке, где на полу валялись Грейс и Мерси. Шатаемся по клиенту и подметим парочку важных вещей. Мини-ивент продлится 6 марта по 4 апреля. За это время можно повыбивать новенькие сеты, которые вам приглянулись. Во-первых, каждому игроку даётся 5 бесплатных ключей для открытия. Так сказать, разогревают вас перед донатом. Однако сундуки можно открыть при помощи осколков. И наконец-то валюта перестала быть бесполезной. Стоит это нехитрое дело 20к. А сам ключик находится в Дота Плюс, разделе инструментов. В жизни-то мы сидим без денег, чуть ли не буй без соли доедаем. За то осколков у каждого как у дурака фантиков, хоть на биржу с ними иди. Ну ладно, за то, что придали смысл осколкам, всё-таки респект. И тем более уважение заслуживает этот тематический сундук. Нам постоянно пытались пропихнуть какие-то левые сеты, непонятно к чему приуроченные. Надеюсь, они поняли, что это не сработало, и это не единоразовое помутнение. Переходим на Дота Плюс, и здесь мы не найдём сезонного сундука. Разрабы объяснили это тем, что пока нахавайтесь с этами из Датриконинга. Но я думаю, на него особо никто и не надеялся, учитывая какой шлак там обычно появляется. Но неприятный момент произошёл с рефрешем сезонных заданий. Его тупо не обновили. Вот бляха-муха, когда раз в жизни тебе нужны осколки, и то не успели рефрешнуть. Так, с небольшой вставочкой с будущего. Пока я монтировал, всё-таки задания обновили. Это неплохой способ залутать ключи, так что зря пригорел. Каждый раз, когда выходит новый герой в Доте, мы поглядываем на конкурентов. Опасаясь за то, что, ну например, лойлеры будут тыкать нас пальцем за то, что мы подукрали способности. И первое, кто приходит на ум, это Мисс Фортуна. Потому что концептуально походит на Муэрту, и хочешь не хочешь, приходится сравнивать. Всё же, её пассивка работает немного по-другому. Там наносится дополнительный урон, когда меняется цель атаки, а не как у нас. Так что Valve можно похвалить за оригинальность. Я думаю, что в основном труде Агайс Фрог постарался, и это его заслуга. Вообще, глобально можно похвалить компанию за подход. Особенно за всё то, что касается около Муэртовских приколов. Начиная от классного саунда и заканчивая биографией через стихотворение. А вот за что можно и нужно ругать, так это за перевалочную обнову перед крупной, релиз которого намечен на конец апреля. Понятное дело, что в анонсе его стараются заранее похвалить, и даже называют амбициозным. Как говорится, слышали, знаем. Вся амбициозность заключается в плюс одной броне и минус две атаки. И вместо 7.33 придёт гениальная идея. А давайте-ка ещё поработаем, и чего бы не выпустить 7.32 Ф. Вот таким вышло моё первое впечатление от обновы. А более глубоко копнём уже в следующих видосах. Если моя болтовня вам пришлась по душе и вы неплохо провели время, то не пожалейте поставить лайк. Призываю вас подписываться на канал и вжимать в колокол, чтобы не пропустить новый материал. Всем спасибо и всем пока.